Уже чуть больше месяца после выставки компании «Штадлер» в Киеве в Харьков привезли низкопольный трамвай «Штадлер» 85300М «Метелица». 8 сентября стало известно, что трамвай поступил в Харьков. На сайте Харьковского городского совета опубликовали информацию о том, что тестируемая модель успешно добралась до города. Интересно, что за новый трамвай отчитывался директор второго троллейбусного депо. Так бывает в Харькове. Например, мало кто знает, что все троллейбусы ПДС-12 находятся в собственности Салтовского трамвайного депо. Долгое время оставалась загадка и история этой модели, и все еще было неизвестно, выйдет ли за пределы депо этот трамвай. Во время рабочего дня для «Штадлера» специально готовили стрелки во избежание трамвайных дрифтов. Вот, например, на пересечении Веснина и Мироносицкая 26-й трамвай терпеливо ждет, когда сварщик закончит свою работу. Позже стало известно, что с 6 октября испытания переходят в активную фазу, и трамваи начинают обкатывать и пускать на маршруты. Естественно, я не мог упустить возможность покататься на таком редком для Украины экземпляре. Известно, что метелицу обкатывают на первом, третьем и двенадцатом маршруте. Мне повезло, так как я смог его встретить на первом маршруте трамвая. Он довольно короткий, и мне не составило труда его дождаться. Метелица бодро сопровождает череду стареньких татар и привлекает внимание многих проходящих. Еще бы, когда еще такие трамваи поедут по харьковским рельсам? Итак, Штадлер 85300М Метелица. Это полностью низкопоний трамвай, состоящий из трех секций. Общая длина 26,7 метра. Интересно, что кабинки водителя находятся с двух концов трамвая. Такая же история и с дверьми, которые расположены по обе боковые стороны. Это имеет свое объяснение. Метелицу таким образом можно использовать на маршрутах без разворотных колец. Внутри такого трамвая расположено 60 сидений. В трамвае присутствуют не только USB-порты для зарядки, но и полноценные розетки на 220 вольт. К сожалению, проверить их работоспособность мне не удалось. Сидения в тестовом трамвае стилизированы фирменной надписью модели Метелица на нейтральных цветовых тонах. Конфигурация салона предусматривает две просторных площадки, где могут разместиться пассажиры с велосипедом или же коляской, а также люди с инвалидностью. Что касается ощущений от поездки, то, конечно, это большой контраст с татрами. На протяжении всего маршрута, несмотря на наличие участков с устаревшим полотном, трамвай ездил плавно и даже мог разгоняться на обособленном пути. Что мы можем зачастую слышать в адрес трамвая, так это то, что они очень шумные. В новеньком Штадлере ничего не громыхает, внутри салона довольно тихо и спокойно. По заявлению производителя, конструкция трамвая разработана с учетом климатических условий Восточной Европы и потому позволяет эксплуатировать Метелицу в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов. По моему личному убеждению, город решил ограничиться этими тремя маршрутами по нескольким причинам. В первую очередь из-за состояния трамвайных путей в Харькове. На всех трех линиях рельсы на сложных участках прохождения были модернизированы относительно недавно, поэтому пускать на маршрут от Ивановки до вокзала гораздо безопаснее, чем тот же трамвай на 26 маршрут. Во-вторых, обкатку трамвая проводят на малолюдных и коротких линиях, чтобы в случае экстренных ситуаций не парализовать работу линии трамвая. В ближайшее время тестирование этого трамвая подойдет к концу, и Штадлер успешно уедет обратно в Беларусь. Ну а Харькову придется делать выводы, продолжать ли сотрудничество со Штадлером и закупать партию трамваев Метелица. А что думаете вы о закупке новых трамваев для Харькова? Пишите ваше мнение по этому поводу в комментариях. Спасибо за то, что просмотрели это видео. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Здесь я говорю о городском транспорте в Украине и его развитии. До новых встреч!